Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал Международный экономический форум. В его работе активное участие принимает и делегация из Чувашии. Глава республики Михаил Игнатьев подписал ряд соглашений о сотрудничестве и принял участие в деловых переговорах. Подробности с места событий у Дмитрия Ковалева. Петербургский экономический форум проходит 21 раз. Сейчас это ведущая площадка для обсуждения актуальных проблем и деловых встреч на высшем уровне. В этом году в конгрессно-выставочный центр Северной столицы съехалось немало гостей из-за рубежа. На повестке дня – вопросы экспорта. Развитие экспорта – тема одной из деловых площадок. Задачу наращивать продажи за рубеж в рамках своего указа поставил и президент России. Эксперты говорят, что сделать предстоит немало. Пока большая часть бизнесменов не воспринимает себя глобальными игроками. Предприниматели всегда чего-то опасаются. Мы проводили целый ряд стратегических сессий, смотрели, что мы имеем сегодня на рынке. Но прежде всего, хорошая новость заключается в том, что наш базовый уровень действительно еще очень низок. Я вот только что на сессии приводил эти данные. Мы по несырьевому экспорту на душу населения находимся на 73-м месте в мире, сразу после Гондураса и перед Доминиканской республикой. И если сравнивать, допустим, нас с белорусами, то если мы вырастем в два раза, как вот нам сейчас президент поставил задачу, но мы даже не догоним Беларусь. Ключевыми экспортерами могут стать представители малого и среднего бизнеса. Очевидно, что предпринимателям необходима поддержка, в том числе и финансовая. Министерства экономики страны это понимают и разрабатывают действенные меры. Они действительно очень абициозные, они предполагают движение по всем ключевым направлениям, и по сельхозпродукции, и по промышленной продукции, и по сектору услуг, потому что только комбинация успехов в каждой из этих областях может позволить достигнуть общих целей. Что еще важно отметить, что все национальные проекты, программы, которые заявлены, они, конечно, переплетаются между собой. Нельзя говорить отдельно об экспорте, отдельно говорить о малом и среднем предпринимательстве. Один из инструментов развития экспорта – международные выставки. Но презентовать свою продукцию сейчас без проблем могут только крупные корпорации. Для малого бизнеса участие в форумах обходится дорого. Но если люди будут четко понимать, что эти деньги ему будут компенсированы, у него изменится уже вид на то, что он должен ездить. А мы без этого ничего не сделаем. Мы точно с 73-го места не сдвинемся, если мы не сдвинем малый и средний бизнес ездить по странам. Причем мы должны их даже больше сделать, чем немцы, поскольку у нас совершенно другая позиция по несырьевому экспорту. Эксперты говорят, что развивать экспорт невозможно, если в этом не заинтересованы губернаторы. Из Чувашии и за рубеж сейчас поставляют электротехнику, спортивные комплексы, керамику и не только. Количество экспортеров продолжает расти. Мы должны создать высокотехнологичное производство с высокой производительностью труда. Без реализации новых производств, без привлечения предпринимательского сообщества, одни органы власти не могут делать. Поэтому сегодня мы пообщались с Виктором Виксельбергом, который реализует свои мощные инвестиционные проекты. Мы пообщались с общественными организациями, это деловая Россия, ТПП, соответственно, опора России. И с этой точки зрения они подсказывают нам, дают дополнительные импульсы. И тем самым мы минимизируем ошибки и выверяем, сверяем часы для того, чтобы еще лучшие условия создать для привлечения инвесторов на территорию нашей любимой республики. Открывая экономический форум, первый заместитель председателя правительства отметил, что сейчас для России открываются новые возможности. Санкции и стимул развивать внутренние рынки. Необходимо двигаться вперед и упрочить позиции на мировой арене. Здесь и, безусловно, собственные силы, здесь и, безусловно, политика правительства Российской Федерации, которая минимизирует, за последние годы минимизировала риски от влияния внешних факторов, будь то цены на энергоресурсы, будь то различные ограничения с точки зрения движения капитала, финансов в нашу страну. Мы приводим в такое эффективное состояние наш бюджет. Программа форума очень насыщенная. Здесь презентуют инновационные разработки и проекты развития. Экономическую повестку обсуждают на панельных сессиях и круглых столах. У чувашской делегации рабочая программа расписана буквально по минутам. Глава республики провел десятки переговоров и ответил на вопросы журналистов, информационных агентств. Завтра на полях форума подведут итоги рейтинга и инвестиционной привлекательности регионов. Все внимание будет приковано и к пленарной части. Ожидается, что в экспо-центр приедет и президент России Владимир Путин. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Санкт-Петербурга. Продолжение следует...